Добро пожаловать на борт, говорит ваш капитан, и у меня есть любопытная информация о нашем сегодняшнем полете. Это должен был быть обычный рейс Airbus 312 British Midland Airways из Кипра в Великобританию. Все произошло 26 мая 2003 года. Последнее, что ожидали 213 пассажиров и 8 членов экипажа. Атака Града на их самолет. Однако это случилось, когда они приближались к английскому Манчестеру. Погода стала очень суровой, с гигантским градом и кусками льда в воздухе. Пассажиры, которые не успели пристегнуться, вылетели из своих кресел. Самолет потерял высоту и стал вибрировать. На борту началась паника. Позже, как вспоминали пассажиры, несколько секунд все находились за пределами кресел и прилипли к потолку. Пилот, имеющий 20-летний опыт полетов, никогда не сталкивался с подобной ситуацией, но сделал все возможное, чтобы спасти самолет и пассажиров. Самолет приземлился в аэропорту Манчестера с 30-минутной задержкой. Все на борту были очень рады и благодарили экипаж. Обошлось без значительных травм. Службы аэропорта осмотрели самолет после приземления. Оказалось, что град сильно повредил нос и ветровое стекло. Но все внутренние системы работали идеально. Спустя годы, в октябре 2022 года, случилась похожая история с рейсом LATAM Airlines. На борту самолета, следовавшего из Сантьяго-де-Чили в Асуньсион, находилось 48 пассажиров, но их планы нарушила мощная буря с градом. Пассажиры снимали видео в салоне, который выглядел как декорации к фильму ужасов. Самолет сильно трясло, а снаружи сверкали молнии. К счастью, никто не пострадал. И самолет успешно совершил аварийную посадку в Бразилии. Как и в истории с британским рейсом на авиалайнере Airbus, сильный град оставил громадное отверстие в носовой части самолета и разбил лобовое стекло. Итак, град очевидно очень опасен для самолетов. Когда он разбивает лобовое стекло, пилотам приходится бороться с дождем и суперсильными ветрами. Град оставляет вмятины на переднем крае крыльев и хвоста, что означает уменьшение подъемной силы и ухудшение аэродинамики. Вот почему самолет должен лететь быстрее обычного, чтобы оставаться в воздухе. В крайних ситуациях град может остановить двигатель или серьезно нарушить системы самолета, что ставит под угрозу безопасность полета. Еще одно природное явление, которое не любят пилоты, это гроза. Взлет и посадка – самые опасные части полета даже в нормальных условиях, а гроза делает их гораздо рискованнее. Вместе с грозами приходят микровсплески, из-за которых пилот может потерять контроль над самолетом. Если гроза застает самолет в воздухе, это не так плохо. Современные авиалайнеры спроектированы, чтобы выдерживать плохие погодные условия. Пилоты также могут подняться на безопасную высоту над грозой или облететь ее. Вопрос о посадке в грозу или отказе от нее зависит от силы стихии. Если это сильная гроза с микровсплесками, самолет может удариться о землю с большой скоростью из-за сильного нисходящего воздушного потока. Они громкие и буйные, и это худший кошмар пилотов. Я говорю не о скандальных пассажирах, а о вулканах. 24 июня 1982 года рейс 9 британских авиалиний следовал из лондонского Хитроу в Окленд и планировал 5 остановок по пути. Мумбай, Чинай, Куала-Лумпур, Перт и Мельбурн. Боинг 747, выполнявший этот рейс, без происшествий добрался до Куала-Лумпура. Большинство пассажиров к тому времени очень устали, но экипаж, который только поднялся на борт в Куала-Лумпуре, был свежим и полным энергии. Условия для полета были идеальными, и все обещало безмятежный пятичасовой полет. Когда самолет достиг крейсерской высоты, экипаж заметил странный дым, поднимающийся из вентиляционных отверстий на полу. Затем пилоты заметили суперинтенсивное явление огня Святого Эльма прямо на ветровом стекле. Обычно это безвредный разряд статического электричества на металлической поверхности. И самолеты, как и корабли, регулярно с ним сталкиваются. Но погодные радары не показывали никаких грозовых облаков. Экипаж включил посадочные огни и увидел странное облако, окружающее самолет. Пилоты решили продолжить полет, но теперь дым добрался до пассажирского салона. Он становился все гуще и пах серый. И тогда некоторые пассажиры, сидевшие у окна, заметили, что двигатели светились ярко синим светом. Сквозь лопасти вентилятора пробивались огни. Температура на борту повышалась. Затем двигатели по одному выходили из строя в течение нескольких минут. Самолет начал планировать. Пилоты решили посадить его на воду Индийского океана, так как знали, что не смогут пересечь высокие горы Яванского побережья и приземлиться там. Капитан сообщил пассажирам о происходящем. Они сохраняли спокойствие, несмотря на тревожные новости. Посадка на воду в таких обстоятельствах была чрезвычайно рискованной. Но внезапно двигатели снова заработали. Один за другим. Пилотам удалось вернуться на нормальную высоту. Но один из двигателей снова вышел из строя, и экипаж решил приземлиться в ближайшем аэропорту. На подлете пилоты ничего не видели, так как лобовое стекло выглядело так, будто его обработали пескоструйным аппаратом. Система посадки отказала, и им пришлось посадить самолет вручную. К счастью, все прошло благополучно, и все на борту остались целы и невредимы. Позже выяснилось, что причиной стало облако вулканического пепла, оставшегося после извержения вулкана Клун-Кунг. Пепел был сухим, поэтому никакие погодные радары не могли его обнаружить. Это облако пепла засорило двигатели и поцарапало лобовое стекло. Когда пепел попал в камеры сгорания, он расплавился и при липках внутренней поверхности, из-за чего двигатели остановились. Когда самолет покинул облако пепла, двигатели охладились, расплавленный пепел затвердел, осыпался, и пилотам удалось запустить их снова. Эта история – яркий пример того, что облака вулканического пепла представляют огромную опасность для авиации. Пилоты должны всеми средствами их избегать, поскольку эти облака, которые трудно отличить от обычных, снижают видимость, повреждают системы управления полетом и вызывают отказ реактивных двигателей. Рейсы иногда задерживаются или даже отменяются, когда на улице слишком холодно. Если холод сопровождается метелью, диспетчерский контроль может приказать воздушному судну оставаться на земле и ждать улучшения погоды. Лед на взлетно-посадочной полосе – это тоже проблема. Шасси самолета не похожи на колеса автомобиля, и вы не можете установить на них шипы, чтобы предотвратить заносы. Кроме того, для успешного взлета самолета нужно развивать на земле скорости, которые значительно превышают среднюю скорость на дорогах. Если взлетная полоса покрыта льдом, самолет может легко с нее соскользнуть. То же относится и к посадке, которая становится еще более сложной. Потому что самолет находится в менее контролируемой среде и движется с большей скоростью. В 2015 году рейс Delta Airlines приземлился в аэропорту Лагуардия в Нью-Йорке во время и вышел из-под контроля. Даже при хорошей погоде взлетно-посадочная полоса номер 13 представляет сложность для пилотов, так как частично выходит на воду. К счастью, самолет, который занесло на ледяной полосе, остановился за мгновение до того, как оказаться в заливе. Никто из находившихся на борту не получил серьезных травм. Мороз также может привести к образованию иния и ледяных корок на самолете. Даже тонкая корка льда на крыльях может нарушить их тонкую конструкцию и уничтожить подъемную силу. Поэтому самолеты защищают от иния. Персонал аэропорта обычно обрабатывает их специальным раствором, который не дает льду образовываться на обшивке. Топливо для реактивных двигателей и оборудования для его подачи тоже могут замерзнуть, если температура слишком низкая. Топливо замерзает при минус 40 градусах, но это может произойти только на Земле перед взлетом. На крейсерском курсе температура может опускаться до минус 57 градусов. Но поскольку жидкость находится внутри самолета и постоянно сжигается, там гораздо теплее. На Земле же ничто не мешает топливу превратиться в лед. Если это произойдет, самолет, конечно, никуда не улетит.